друзья всем привет у нас забой последние 28 штучек осталось убрать меня спрашивают как там бойня себя чувствует зимний период сейчас я вам расскажу вот смотрите такая температура у нас так сколько тут 7 градусов да вот начинал забой было 9 с утра в общем-то до до 10 градусов считаю что проблем не должно возникать проблем в принципе какая основная это замерзание воды в участке шланга которую меня на улице в общем вот при минус 10 в принципе до часу вода не замерзает если больше часа оставить без водопотребления то прихватывает вот на этом вот участке вот до минус 5 вообще даже без проблем как бы после минус 10 думаю что будет прихватывать быстрее и поэтому нельзя оставлять надолго без водораздачи как бы да вот без водопотребления вот этот участок шланга проблему это легко решить можно утеплить элементарно либо утеплить с кабелем с греющим вообще будет замечательно но не вижу необходимости у нас морозы теперь бывают раз в месяц и можно пару дней подождать пока температура повысится там до минус 10 и спокойно забить птицу так здесь в принципе что на улице без без проблем тут хоть минус 30 будет надо просто побыстрее булками шевелить чтобы птица не дубила на морозе и процесс этот ускорить обработки а так принципе здесь особо температура большой роли не играет вот единственно что надо корректировать время выдержки в конусе птицы так здесь на что баллон вообще без проблем не обледеневает газ идет равномерно то есть вообще проблем нету видимо из-за того что все-таки в холодильнике в утепленном стоит потому как у все-таки потребление газа идет большое и по идее он должен был обледеневать но нет так тут тут значит смотрите вот видите есть небольшое обледенение на полу если я сюда налил воды и не смахнул во время то обледеневает немного вот уже свежая вода которая это вот короче то что обледенела это начало забоя когда я еще пришел утром здесь говорю минус 9 было капнул воды она заледенела а вот это уже то что я здесь вот проливаю сейчас в процессе обработки птицы то есть в принципе особых проблем по обледенению я не вижу здесь нету как таковых в конце когда я буду мыть вода в принципе все равно там плюс 5 до идет и это все смоется если и обледенеет после вот финальной стадии помывки этого помещения то мне принципе все равно я следующий заботись буду производить через месяц а через месяц или весна настанет или оттепель будет короче то есть проблем особых я в этом не вижу так газ работает все значит плитка работает эта штука работает в принципе работает вот даже утром я сегодня ради интереса запустил ее при минус 9 она не запустилась она не запустилась но не по той причине что не работает а по той причине что у меня замерз вот этот вот выключатель короче говоря туда все равно здесь стекает вода попадает вода в него и он у меня замерз я его отогревал кип кипятком с этой стороны и аккуратно газовой горелкой отогревал снизу вот отогрел все заработал машинка пустилась без посторонних шумов каких-то стуков и так далее то есть нормально при минусе даже работает по крайней мере пока вот что тут нам еще рассказать шпарчан работает единственно у меня падал начал током короче щипать вот рукой сюда попадаешь при обработке птицы и он щиплет и еще если держаться одной рукой вот за эту штуку и макать курицу тоже пощипывает короче я грешу на провод провод у меня старого советского сварочника видать где-то это самое где-то он может быть пропускает через тен я не думаю что может как бы сюда не знаю короче у меня вот заземление по идее здесь сделано через розетку ну короче надо делать заземление уже вот здесь такое здесь стационарное и заодно заземление вот этой вот штуки тоже я буду делать а пока хочу попробовать поменять здесь провод вот этот вот на пвс мне кажется что будет какой-то эффект но в любом случае попробую вот и я его сейчас в избежание пока не переделал из розетки выключаю вот когда мне не требуется нагрев так что еще кто еще датчик я вот отсюда убрал температурный прямострел вот такой потому что я уже загубил здесь два этих термометра вода попадает и они накрываются а этот как бы он на расстоянии на стене висит и пока работает ну в общем то вот такая вот у нас вполне себе функционирующая бой мы бой не при минус 10 принципе думаю даже до минус 15 здесь будет вполне работоспособна вся эта конструкция больше я думаю что будет прихватывать воду в шланге там вот на улице вот на том участке но посмотрим если придется забивать при температуре ниже минус 15 расскажу а до минус 10 вот сейчас могу сказать что все работает нормально друзья все забой закончен 30 штук мы сегодня колбаснули вот так выглядит бойня гламурно да в ночных огнях сейчас я вам покажу значит в каком состоянии она после забоя но здесь не надо показывать здесь кровь как бы ни к чему вот а вот здесь смотрите значит вот пол видите да ничего особо не обмерзло сейчас минус 8 что тут стены я их споласкиваю процессе работы то есть вы даже не видите здесь особо пирата правильно вот наверху видите прилетает иногда выше перышки ну вот единичный случай вот здесь вот первое сейчас я это все еще с мою вот сейчас я значит вот этой брызгалки как брызгалка которую меня уже видите растаяла она была замерзшая я сейчас пробрызгаю стены перосъемку он короче все емкости все предметы которые здесь находятся я все пробрызгаю этим как его средством для мытья посуды ушастик по моему вот и может быть губкой даже махнут этой но наверное вряд ли в этот раз хотя нет забой через месяц до махну я губкой вот и все и покажу конечный результат уже как будет вот видите все что вот снег я но так натащу здесь он может замерзать а так в принципе ничего не замерзает при минус 8 вот эту вот решетку я не говорю не говорил перед тем как перед каждым забоем я прохожусь ее обжигаю огнем сначала чтобы как бы продезинфицировать понятно да перед тем как курицу класть сюда все сейчас я вот этот момент еще такой здесь у меня смотрите как сделано чтобы не забивалась вот такой дуршлаг у меня висит перед сеткой еще сетка стоит мелкой довольно таки и вот это перо я сейчас соберу значит и в конце я все это дело пролью горячей водой вот отсюда вот так открою кран то есть если у меня канализационной трубе что-то замерзла она скорее всего замерзла потому что напор здесь слабый сами понимаете и воду скорее всего прихватывает то есть я ее как бы горячей водой в конце на пролью и думаю что там ничего уже замерзшего не останется так вот лапы это курум пойдет перо на утилизацию в принципе чё все осталось мне здесь все помыть вот этим шлангом я значит на улицу его вытаскиваю подключаю вот этот удлинитель и мою конуса мою емкости емкости выношу обливаю экраны вот эти защитные но сейчас я наверное этого делать не буду все замерзнет смысла нету а как потеплеет я их потом губочкой все это почищу помою как следует в принципе я говорю вот осталось сделать то что я озвучил и можем и в принципе уже перекрыть баллончик баллончик мы закрываем все вот мы здесь даже видим по обледенению сколько у нас осталось пол баллона вот так выглядит наше оборудование помытое и сложенное здесь тоже мы все помыли на полу как вы видите льда пока нет может быть он и появится но нам это не страшно здесь все вымыли здесь вымыли везде короче говоря мы все вымыли воду из шланга мы слили продули шланг и в принципе на этом все останется нам выключить свет и увидимся уже здесь мы в этой бойне дней через 20 когда следующая партия подойдет к забою все на этом спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки или дизлайки комментируйте всем пока пока